С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Владимир Путин провел встречу с 20 высшими должностными лицами субъектов России, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования. Объединение двух соседних субъектов Российской Федерации, Архангельской области и Ненинского округа. Этот вопрос задали журналисты на первой пресс-конференции главы региона Юрию Бездудному. Новая спецтехника чистому городу. В технопарке муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» прибавление. В региональном центре развития образования обновили материально-техническую базу. Теперь окружные школы и детские сады станут полноценными участниками всех мероприятий, проводимых посредством видеоконференц-связи. Владимир Путин провел встречу с 20 высшими должностными лицами субъектов России, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи. В нем принял участие вновь избранный губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. В начале встречи глава государства поздравил губернаторов с избранием на высокие должности. Владимир Путин также отметил, что такое доверие – это всегда, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. Перед нами, перед всей страной сейчас стоят масштабные задачи. Имею в виду национальные проекты, достижение наших национальных целей развития. И действовать предстоит сейчас в нестандартной, весьма сложной ситуации. Напомню, как главы регионов вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности, по защите жизни и здоровья людей. В этой связи вот что хотел бы сказать еще особо. Ведь у нас сейчас наступает осенняя пора, когда и проблема гриппа, ОРВИ, вообще таких так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей. Но не прошла еще, полностью не завершена, далеко не завершена работа, связанная с борьбой с ковидом, с эпидемией. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую. Ни в коем случае. И здесь, конечно, нужно уделить особое внимание группам риска. Также президент отметил, что необходимо продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма. по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого, среднего бизнеса, восстановлению занятости, доходов людей. Владимир Путин также пожелал вновь избранным главам регионов удачи, благотворной и результативной работы на благо людей в интересах развития регионов и всей страны. Тема объединения двух соседних субъектов Российской Федерации Архангельской области и Ненинского округа все еще звучит в журналистской повестке федеральных средств массовой информации. Не обошлось без этого вопроса и на первой пресс-конференции главы региона, которую Юрий Бездудный в статусе избранного губернатора дал для представителей региональных и федеральных СМИ. Журналисты федеральных информационных агентств смогли принять участие в пресс-конференции губернатора Ненинского округа посредством видеоконференц-связи. В частности, представитель агентства «Интерфакс» поинтересовалась планами Юрия Бездудного относительно темы объединения. О планах ваших взглядах на ближайшие пять лет вашего губернаторства будет ли для вас приоритетна идея автономии округа или вы все-таки допускаете слияние, может быть, с другими регионами? Так уж получилось, что большинство журналистов, которые сегодня здесь в студии находятся, они уже настолько погружены в эту повестку объединительную. Мы так много о ней говорили, и эта повестка рождала так много мифов и разных страшилок, что на сегодняшний день могу сказать совершенно определенно, что, коллеги, вопрос, который поднимался в мае месяце, на сегодняшний день снят. И если вы помните, очень активно говорили о том, ну вот меморандум, отмените, пожалуйста, этот меморандум. А зачем его отменять? Он просто рассыпался и ушел в историю ровно 14 сентября. Потому что сам суть меморандума была в проведении референдума 13 числа. То есть как только часы пробили 12, с 13 на 14, меморандум просто ушел в историю. И его нет. Что касается общения с коллегой Александром Витальевичем Цибурским, то, безусловно, это общение есть, это общение, очень много рабочих вопросов, которые мы обсуждаем. Потому что у нас есть договор, который действует до 2022 года. У нас есть территория, которая входит в состав Архангельской области. Действительно, в какой-то момент Александр Витальевич делал заявления определенные. Но, насколько я помню, и вы все помните, в сентябре точки зрения у нас абсолютно совпали. И на меморандум, и на процесс объединения. И совпадение это вот в чем. Что есть политические вопросы, а есть экономические. Сейчас весь акцент смещен в сторону экономики. Мы совместно реализуем проекты, в том числе и проект по Индиге. Он реализуется совместно с правительством Архангельской области. И непосредственно с Александром Витальевичем Цибурским. Если будут возникать какие-то новые проекты с другими территориями. С Коми, с Ямалом, с другими субъектами северо-западного федерального округа. Которые тоже выходят на северный морской путь. Выходят на Арктику. Мы будем вместе их реализовывать. Но это уже вопросы экономические. Представитель информационного агентства РИА Новости продолжила тему вопросом распределения полномочий между субъектами и поинтересовалась, будет ли пролонгирован договор между Архангельской областью и Ненинским автономным округом в части исполнения полномочий округом на своей территории, срок которого истекает в декабре 2022 года. Уважаемые коллеги, могу с полной ответственностью сказать, что первые переговоры после избрания губернатора в НАУ и избрания губернатора Александра Витальевича Цибульского прошли с ним именно по этому вопросу. Мы проговаривали именно заключение договора и пролонгаться его не на один год, что, собственно говоря, просто отодвигает его и дает возможность нам сделать бюджет следующего года. А речь шла о том, чтобы рамки этого договора расширить. Сегодня есть совершенно четкая договоренность с губернатором Архангельской области о подписании этого договора до 2025 года. Очень приличный срок, очень хорошая перспектива, поэтому с чем я вас всех и поздравляю. Договор этот будет подписан до 2025 года. Нарьинмарский аэропорт готовится перейти на зимнее расписание авиарейсов как по межрегиональным маршрутам, так и на местных воздушных линиях. С 1 октября аэропорт Нарьинмара переходит на зимнее расписание по межмуниципальным маршрутам. Расписание доступно на сайте авиаотряда. Также с 24 октября будет осуществлен переход на зимнее расписание по межрегиональным маршрутам. Как сообщили в Нарьинмарском авиапредприятии, предприятии. Пассажиропоток в аэропорту Нарьенмара в июне 2020 года снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле на 41% и в августе на 24%. При этом грузопоток аэропорта в июне вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле произошло незначительное снижение, а в августе грузопоток снизился на 25%. Почтовый оборот аэропорта в июне-июле вырос на 28%, а в августе произошло незначительное снижение. Для удобства жителей и гостей города муниципальное предприятие «Чистый город» устанавливает автобусный павильон рядом с Богоявленским храмом. Рабочие уже установили плиту под основание и боковые элементы. Сейчас идут отделочные работы павильона. Дополнительная остановка устанавливается на площади по просьбе горожан. Ранее комфортного места ожидания автобуса, который направляется в сторону морского порта, здесь не было. По многочисленным обращениям граждан, в том числе в адрес администрации города, было принято решение об установке автобусного павильона на автобусной остановке в районе площади Ленина. На данный момент основной каркас уже установлен, ведутся отделочные работы, дальше будут проведены работы по установке поликарбоната и по оформлению в целом остановки. Как пояснили в учреждении, при хорошей погоде и отсутствии дождя, павильон будет установлен до конца сентября. В региональном центре развития образования обновили материально-техническую базу. Теперь окружные школы и детские сады станут полноценными участниками всех мероприятий, проводимых посредством видеоконференц-связи. Тему продолжит Александра Литкова. Различные обучающие курсы по предметам для педагогов и школьников, курсы ненецкого языка, методические семинары и вебинары по повышению квалификации, дистанционные курсы для обучающихся по подготовке государственной итоговой аттестации, а также к участию во всероссийских олимпиадах. Обновление оборудования для видеоконференц-связи позволит учащимся и педагогам окружных сёл принимать в них непосредственное участие. Это очень удобно, когда мы можем собраться все вместе, не по телефону, обзванивать каждого индивидуально, а когда мы можем именно вживую пообщаться, задать какие-то вопросы друг другу, что-то прояснить, выяснить, между собой могут коллеги пообщаться. Это очень удобно. Новая система видеоконференц-связи оснащена комплектом микрофонов, которые гарантируют чёткий звук. А в программном обеспечении предлагается множество высокотехнологичных методов, таких как, например, обработка звука и автофокус. Ещё одной из особенностей системы является возможность создания архива конференций, аудио- и видеофайлов. И она имеет ещё ряд преимуществ перед старым оборудованием тем, что мы можем с помощью дистанционного управления сделать предустановки. То есть это специальные программы, которые могут автоматически делать увеличение или уменьшение изображения. Также у данной системы улучшено такое качество, как шумоподавление, эхокомпенсация, такие качества эхокомпенсация, и данная система, у неё очень быстрый автофокус. Оборудование было приобретено в рамках проекта «Дистанционное образование» и позволит создать единую информационно-образовательную среду, посредством которой образовательные организации региона смогут поддерживать общение как с административным центром, так и друг с другом. На данное оборудование были выделены средства публичного акционерного общества «Лукойл» для приобретения новой видеоконференц-связи и EVC-150. Данная система представляет из себя комплекс аппаратных и программных средств для получения устойчивого изображения и хорошего звука. Проект «Дистанционное образование» реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В технопарке муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» прибавление. В рамках договора лизинга закуплены и доставлены в Нарьенмар два новых универсальных амкадора со съемными элементами. Далее все подробности. Ярко-оранжевые амкадоры брянского производства будут заняты работой в любое время года. Машины укомплектованы быстросъемным навесным оборудованием, которое можно менять в зависимости от задачи. Данные погрузчики оборудуются, кроме стандартными ковшами, также будут оборудоваться дополнительными встанными оборудованиями. В комплектации у нас есть поворотный отвал, пересадчик для деревьев и также закуплен шнекороторная установка с автономным двигателем, которая будет помогать для зимнего содержания дорог муниципальных и между дворовых проездов. Шнекороторная установка – особенное приобретение для предприятия. Она будет доставлена в ближайшее время и упростит уборку снега. Шнекороторная установка для прямой загрузки снега в самосвалы. Такого оборудования в Наринмаре нет. Первый проход в использовании этой техники простит нам работу. Загрузка в самосвалы снега будет производиться не как обычно, амкадорами, а именно прямой загрузкой через шнекороторную установку. Кроме того, оба амкадора оборудованы предпусковыми подогревателями, отопительным оборудованием для холодного времени года, а также кондиционерами для работы летом, что существенно добавит комфорта во время работы. Дополнительно наш парк коммунальной техники обновился еще двумя фронтальными погрузчиками, которые существенно позволят ускорить уборку снега. Мы в прошлом году сделали большой прогресс, но, безусловно, есть над чем работать. Поэтому я думаю, что новое современное оборудование позволит ускорить убираемость территории и качество уборки. Уже сейчас вся техника, предназначенная для зимнего содержания дорог, полностью подготовлена к сезону и ждет своего выхода. К защите Родины готовы. Школьники и студенты Ненецкого округа в эти дни участвуют в военно-патриотическом слете «Звезда». Ребята знакомятся со основами полевой жизни, живут в палатках, питаются едой, приготовленной на костре, и отрабатывают базовые армейские навыки. Александр Найда расскажет подробнее. Рота «Подъем», приготовиться к стрельбе, прямо и многие другие команды и приказы от командиров большинству ребят предстоит узнать в недалеком будущем. А пока что в рамках проведения военно-полевого слета «Звезда» они только начинают постигать основы военного дела. Ну, мне понравилась стрельба из охолощенного автомата «Палашникова». Также понравилась сборка-разборка автоматов. Ну, я первый раз на слете, и, ну, на самом деле, очень понравилось. Все кормят, ну, кормят пять раз в день, и еда теплая, ну, все вкусно. Утро по команде, завтрак по распорядку. Отбой в 23.00. Каждая минута мероприятия тщательно проработана и максимально приближена к армейскому быту и воинскому уставу. Среди широкоплечих парней можно обнаружить и хрупкие силуэты. Как выяснилось, военно-патриотическая тематика интересна не только парням, но и девушкам, которые ради получения ярких эмоций и новых знаний и практических умений готовы жить в довольно жестких условиях наравне с представителями сильного пола. «Проводилось очень много полезных и очень важных уроков по медицине, по ориентированию на местности, по поиску людей, на какой-нибудь, также на местности. Стреляли из автоматов, проводились даже соревнования среди ребят. Девочки и парней практически разницы нет, потому что и так, и так, и все относится вам хорошо». Военно-полевой слет проводится в одиннадцатый раз. И так же, как и в первый, нашлось много желающих проверить себя на стойкость, ловкость и терпимость. И как отмечают сами организаторы, интерес молодежи к военной и патриотической тематике неуклонно растет. «На данном мероприятии присутствуют 25 детей. Они в возрасте 14-18 лет, участники военно-патриотических клубов. Также дети, которые занимают туризм и активный отдых. А на самом деле детей желало принять участие много больше. Не то, что у нас принеслось мероприятие на сентябрь, или кто-то боялся, что холодно, и поэтому много детей отказалось. Но желание было у детей». Походный строй, колонна, замыкающий и многие другие понятия в армейской жизни ребята изучают в специально оборудованных и отапливаемых помещениях, расположенных на территории лагеря. Где также расположена столовая и, конечно же, казарма. Где после отбоя, в тепле и армейском уюте ребята могут приготовиться ко сну. «Хоть и темно, хоть и прохладно, но такого количества воды еще не бывало на моей памяти. И поэтому у нас специально оборудованы места для занятий. То есть в палатке есть казармы для проживания, а есть казармы именно для приема пищи и казармы для обучения». В таких условиях ребята жили на протяжении пяти дней. Дождь и ветер, силовые упражнения, полевая еда – все эти моменты армейского быта не стали препятствием для получения эмоций и ярких впечатлений. Александр Найда, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok